Девочки, я всегда купаться, я же вечером купаюсь и утром купаюсь, но сегодня хочу голову помыть тоже. Такой вид головы, девчонки, как будто я его год не мыла. Девчонки, честное слово, и мальчишки, ребята, вообще надо говорить, ребята. Два дня нету, как я голову помыла, два дня нету. Ну, видно же по волосам, что они не грязные. Но почему? Может, потому что я челку много трогаю. Наверное, вообще трогать нельзя челку. Вот, решила сделать видео. Меня просила Яночка, просила другая девчонка. Три девчонки попросили, я сделала это видео, просто расскажу вам. И когда буду рассказывать, девчонки, я буду свою процедуру делать и буду рассказывать. Хочу маску сделать себе из черной блины, я очень ее люблю. Хочу вот так волосы соберу, чтобы мне не мешало. Вот так. Сегодня на стрим заходила к моей Лане. Я с ней согласна, но я не собираюсь. Кто хочет, тот смотрит, кто не хочет, не смотрит. Но я, знаете, девчонки, я для себя это. Конечно, приятно, когда тебе есть просмотр. Я ничего не могу насчет этого сказать, потому что так оно и есть. Ты сидишь, девчонки, сегодня на стриме, ребята, сегодня на стриме сидела три часа. Я просто буду молчать, сколько мне часов дали. Я знаю почему. Потому что они там тебя штрафуют за то, что ты там цветочки тебе, если отправлять, если ты что-то лишнее говоришь, например, за болезни, за все. Не буду больше говорить за это все, за этот карантин, не собираюсь больше говорить сегодня. Потому что я знаю прекрасно, почему у меня и часы, у меня, девчонки, тысячи часов забрали. Штрафовали меня, тысячи часов забрали. А это много, девчонки. Знаете, у меня 3 800 уже было, сейчас обратно 2 800 стало. А у меня уже было 3 800. Так что перестану. Все равно это как-то самооценка для меня. Не для того, что я... Но все равно самооценка моя. Я стараюсь, я делаю. И знаете, девчонки, я в азарт пошла. Почему я не... Я хочу иметь 4 000 часов. Какой 4? Я хочу 12 часов. 12 000 часов иметь. Почему бы и нет? Я сижу, по 3 часа разговариваю на стримах, по 2 часа разговариваю. Это нелегко. Кому легко, давайте попробуйте. Это же то же самое, что ты какой-то концерт даешь. По 3 часа лялякаешь и не останавливаешься. Это же мое время. Я же могу 3 часа чем-то другим заняться. Чем мне больше делать, нечего. А я сижу, общаюсь. Если кто-то хочет узнать, как дела насчет карантина, пускай в интернет заходят и смотрят. Мне не надо. Мне не надо, чтобы меня штрафовали. У меня тысячу часов забрали. Перестань, ты меня напугала. Ты меня напугала. Ты убрала со стола? Со стола убрала? А кита тоже нравится. То-то-то. Насрала порта-порта-портики. Еще не на это. Молодец. Не делай так. Ой, мамочки, девочки. Вот такая она у меня умница. Такая она у меня послушница. Вот начну видео делать, какую-то глупость обязательно сделаю. Ну, сейчас зачем мне надо было в зубах ковыряться? Помой зубки. О, все, побежала. Иди в другую ванную, помой зубки. Я ее хочу искупать сейчас. Сама тоже хочу искупаться. Девчонки, у меня проблемы, я голову помыть. Вот не могу. Потом голову помыть, говорю, так хорошо. Не могу голову помыть, девочки. Не дает голову, девчонки. Ругается со мной. Ты меня не любишь, начинает плакать. Но мне все равно, все равно мою голову. Я говорю, у тебя в ши заведутся. Она говорит, когда они у меня заведутся, если ты меня каждые пять минут моешь? У них даже время нету завестись. Мне так смешно, девчонки. Ну, ребенок есть ребенок. Так. Вот так. Сейчас я сделаю глину. Девчонки, я хочу вам рассказать. Ребята, я хочу вам рассказать просто историю, которую я вот встретила с человеком. Девочки, вот смотрите. Я когда была в Германии, я же вам в том видео говорила. Одену я эту резиночку. Вот так, чтобы... Так, сережки тоже сниму. У меня это ухо что-то болит. Я не знаю, почему что-то стало болеть. Раньше никогда не болело. У меня болело вот на всякую дерьмо, а вот на золото никогда. Может быть, я не знаю, больно сделала себе. Что-то она у меня болит. Я уже другие серьги одела. Раньше у меня другие были. Раньше у меня были богинские. Сейчас у меня королевские. Так, одену я эту повязочку. Чтобы мне вот так, чтобы мне удобно было маску делать. Не буду заморачиваться, девчонки. Я это хорошая. Я вообще за это не... Знаете, я замечаю, люди вот... Я вот какая есть, такая есть, девчонки. Меня ничем не оскорбишь, меня ничем не о... Хотя... Могут сказать сейчас все, что угодно. У нас постройство в Испании есть. Обезьяну, говорит, одень, говорит, хоть в шелке. Она говорит, со мной останется обезьяна. Так что королеву одень хоть в грязь, хоть в мешок. Она будет королева. А богиня во что угодно, она остается богиней, девчонки. Так что это... Так что это для меня ничего не значит, девочки. Самое главное, это то, что я чувствую о себе. Девочки, вот когда я попала в ту ситуацию, в которой я вам говорила, что я думала, что я нахожусь... Что я начинаю рассказывать, что я нахожусь в этом санатории. И когда я оказалась в тюрьме, девочки, там я познакомила с замечательными людьми, девочки. Девочки, я вам сейчас расскажу вот так, да. Я иногда, знаете, девчонки, иногда вот эмоционально рассказываю, а иногда вот как выйдет, да, рассказываю. Потому что я тоже, девчонки, не думайте, что у меня нет проблем. Иногда мне бывает неудобно, боюсь, что кто-то посмотрит, осудит, тоже все равно думаешь. Хоть говоришь, да мне плевать, но не хочется никого не оскорбить, никого не обидеть. Я буду так рада, если эта девчонка... Вот кто его знает, девочки? А может, на самом деле, увидит меня. Вот, Аллочка, если ты меня видишь, если ты когда-то меня увидишь, и этот ролик дойдет до тебя, Аллочка, ты замечательный человек, и очень жалко, что с тобой такое получилось. Я не могу сказать, что это может с каждым получиться. Нет, девочки. Такое-то не каждый пойдет. Я не хочу сказать, что она правильно сделала или неправильно. Я никто, чтобы ее осудить. Девочки, она мне рассказала свою историю. И я вот расскажу вам. Хотя я у нее разрешение не брала, девочки. Но я же ее имя, фамилию тоже не говорю. Но это очень девчонки... Знаете, в Германии даже за нее статья вышла. Девочка, она родилась в Киеве. Ее зовут Ава. Она была единственная дочка своих родителей. Родители очень хорошо состоятельные, семья. Врачи. Они были евреи. Вот когда в 90-х началось вот это насчет... Ну, все равно, девчонки, вы сами знаете, все равно евреи... Это сейчас еще стали уважать. Раньше их не уважали, девочки. Но евреи всегда были умные. И сейчас они умные. И вообще я их уважаю. За их нацию, за их... Они умеют. Когда мы золото... Золото собирали, они уже бриллианты собирали. Они всегда были умные. Они знали, они умели. Они из любой вещи деньги делают. Они умеют. Вот они врачами работали. И они, когда дочка родилась, у них долго детей не было, у них вот единственная девочка родилась. Они с нее пылинки сдували. Назвали ее Алла. Настолько они ее любили, они решили не оставаться. В Украине, они жили в Киеве. Они сказали, здесь делать нечего. Давай поедем в Израиль. Они поехали в Израиль. Тогда ее дочери было лет 14. И они сказали... И когда они узнали, что там в 17 лет... 17 лет... Лет 14-15 было. Когда они узнали, что в 17 лет их детей забирают в армию, и девочек тоже, они очень сильно перепугались и сказали с мужем. Так как они были состоятельные, могли себе позволить... Давай купим в Германии квартиру. И в Германии чуть-чуть прождем, пока ребенку исполнится 20 лет. Когда у девочки исполнится 19-20 лет, приедем в Израиль. А у них в Израиле, видать, кто-то был. Родственники там. У них уже семья была в Израиле. Вы понимаете, о чем я говорю? Они теперь едут в Германию. Она там влюбилась в одного итальянца очень сильно. Умирала, любила она этого итальянца. Выходит она за него замуж. За этого итальянца. Выходит замуж и рожает ему двоих детей. Замужем она с этим итальянцем была. А итальянцы, они такие люди, девочки, они очень послушиваются к родителям. Мальчики особенно. Они очень такие итальянцы. Семья, родители, мать. Вот мать была против. Мать постоянно солила. Вот зачем ты на еврейку женишься еще из Германии? Зачем она тебе нужна? Она на этой почве разозрелась. И сказала так, да? И пошли ссоры. Пошли ссоры. Я вам расскажу, как она мне рассказала. Пошли ссоры, девчонки. И она случайно познакомится с его другом, но тоже итальянец. Молодой, красивый. Девочки, она была симпатична. Она немножко была полноватой, но она была очень симпатичная девочка. У нее, девочки, такая кожа была. Ну вот видно, знаете, что ребенок, ну вырос так, знаете, уход за ним был, за ним хороший был. Это было видно. Я вам сейчас расскажу и как, и чем. И вот она влюбляется в другого итальянца, бросает своего мужа. Девочки, этот мужчина, итальянец, когда понял, что она его бросает, и на коленки становился ей. Говорил, не делай этого, не бросай меня. У нас двое детей. Я тебя люблю, хочу с тобой жить. Уже итальянец почувствовал, что она его бросает, стал ее просить. Она нет, и все, не люблю тебя, и все, хочу с другим жить. Тот молоденький красавец, говорит она, ой, как вам мне голову скрутил. Ни в чем она не нуждалась, и он начал ей говорить, давай в магазин зайдем, давай духи свороем. Ты же, говорит, на немецком. Она чисто на немецком уже разговаривала. Она в школу в немецкую пошла, девочки. Она там училась, девочки. Отец устроился в больнице там в Германии. Они хорошо жили. Мать тоже в больницу устроилась с хорошим хирургом. Отец и мать очень хорошо, очень знатные там в Германии люди были. Она это все в игру превращала. Ну, зайти там украсть духи, которые в те времена 200-300 евро стоят, для нее шутка была. А так как она хорошо одета, она в любой магазин заходила, так как родители все ее знали. Все, даже за ней не следили, ничего никогда в жизни не подумали, что она такое сделает. Вы понимаете, девочки? Вот, один прекрасный день этот итальяните и говорит, слушай, я знаю одну женщину, взрослую, но она никому дверь никогда не открывает. Ой, говорит, богатая, говорит. Давай, говорит, ты, говорит, так как на немецком хорошо разговариваешь, а я, говорит, нет. Ты, говорит, в дверь постучи, говорит. Пускай она тебе дверь откроет, говорит. Я, говорит, зайду со своими друзьями, говорит. Я пошла, говорит, другая, говорит. Он, говорит, зайдет, говорит, все обворует, говорит. Она тебе просто дверь должна открыть. Может, у тебя, говорит, делать ничего не надо. Она, говорит, а я, говорит, уже беременная, говорит, от него была. Я, говорит, боялась даже, говорит, ему сказать, что я беременная. Я, говорит, вот только залетела, говорит. Но я подумала, сейчас, говорит, если я, говорит, вот это еще, говорит, не сделаю. А она вроде бы ему сказала Вот я беременна И он начал ей Вот еще беременна У тебя двое детей Сейчас муж будет против Давай, говорит, ограбим ее Возьмем эти деньги Говорит, ни от кого зависеть не будем Куда-то съездим, уедем Будем вместе жить и все Девочки, вы думаете, она не соглашается Она говорит, хорошо Он подсылает какого-то своего друга Они план делают Она говорит, я купила костюм Который цветы носят Цветочника Купила, говорит, большой букет цветов Говорит, иду, говорит, стучусь А этот парень, говорит, сзади меня, говорит Сзади меня, говорит, парень этот Вдруг его, говорит Ей было тогда, девочки, лет 23 Наверное, вот так, молоденькая она была Если она мне тогда сказала Она, наверное, лет 30 была Она для меня вообще взрослая сказала Девочки, лет 30 была И она сказала, что она уже 8-9 лет как сидит Наверное, даже и меньше была девке Она идет к этой бабушке Стучится и на немецком, говорит, вам, говорит, цветы Прислали, говорит, откройте, говорит, дверь Только, говорит, расписаться надо Эта бабушка взрослая 80 с чем-то лет девочки Открывает дверь ей Открывает ей дверь И этот мужчина, который сзади Берет ее, толкает И начинает ее толкать И хочет ее без сознания А бабка не падает без сознания Бабуля держится Вы понимаете? Этот долго не думая Вытаскивает ножик И давай ее ножом Девочки, 92 раза он ударил ее ножом Это даже Можно стадистику поднять Мне там, которые в тюрьме девчонки сидели Тоже сказали, что это правда Жестокое убийство И ее очень жестоко тоже наказали за это Я вам сейчас все расскажу 92 раза этот мужчина, парень Ударил эту бабушку ножом Она, говорит, я так растерялась И начала кричать Ты не видишь, она все равно дышит Она дышала еще После столько ножевых ранений Видать, девчонки, маленьким ножом Ну, короче, замучили бабку Эта бабка начала стонать Она испугалась Берет А прямо вот на пороге, говорит, кувшин был Она берет этим кувшином Как, да, с ей по голове Вот от этого удара она и умерла От этого удара кувшина Поняли? Эксперт доказал Что вот этот удар был смертельный Теперь девочки Они начинают лазить в доме А в доме ничего нету Ничего Денег нету, ничего нету Ну, что там? Ничего они не нашли Ни золота, ничего, ничего Поняли? Ничего Теперь она говорит Короче, ничего не берем Давай уходим Уходим Этот молодой парнишка Что делать? В этот момент увидел чек Расписанный ее рукой Чек был этой бабушке Она там На 92 марок девочки Бабуля, видать, за свет Хотела заплатить Чек выписала Вот этот итальянец Дурачок Берет этот чек Они 15 дней искали милицию Не могли никак не поймать Они хорошо были одеты Они все хорошо зашли Поняли? Никто их поймать не мог Этот итальянец После двух недель Идет банк Хочет получить этот чек Там его прихлопали Так как Они Ну милиция же не дурная По банкам уже Наверное Она же вышла в этот Девчонки, на мой вид По телевизору звучало По радио говорили Смерть Убили вот так А эта женщина Видать, тоже не халам-балам-балам была Она не говорит, как ее звали Она ни разу не сказала Как эту женщину звали Она просто историю рассказывает Теперь девчонки Ой, девчонки Я не знаю, как говорит Лана говорит По 20 секунд делать Это Вот у меня уже 15 минут Еще история Половины не рассказала Теперь это Его ловит этого парня Этот парень Долго не думая Говорит Я в этом не виноват Меня вот она И на нее Она, говорит, меня позвала Этот парень Итальянским Она встречалась Он ей сказал Если что, ты смотри Меня не знай Я к тебе буду ждать Я к тебе Я тебя Ой, ой, ай Она еще беременная, девочки Она еще беременная В дом к ней стучаться Родители в шоке Девочку забирает В чем дело Родители пока узнали В чем дело Родители были в шоке Мать у нее, говорит На лет 30 Говорит, сразу постарела Представьте себе Девчонки Шикардусь Мать, говорит, постарела Говорит, на лет 30 Она не говорит Нигде Что ее Тоже отправил Этот Она все на себя берет Да, я эту женщину знала Знала, что она богатая Хотели мы к ней зайти Это уже поняла Что выхода нету Что их уже По личними поймали Выхода нету Тот же ее сдал Так вот не признавалась Тот сказал Вот так Вот так Девочки Ей дали 15 лет Пожизненно 15 лет И один день Вы знаете Что такое 15 дней Через каждые 15 лет Ей будет суд делать И ее не выпустят Ее очень долго не выпустят Она может лет 25-30 Отсидеть в тюрьме Она в тюрьме рожает Этот итальянец Даже на суд не прошел Вот этот, который говорил Я тебя так люблю Я тебя так люблю На суд не прошел А мужа Мать Итальянка Который у нее муж был законный Отсудил От этих двоих детей У нее двое детей были Отсудил От этих двоих детей И забрала в Италию Бабушка там Вообще чуть-чуть с ума Не сходила ее мать Она же этих внуков Воспитывала девочки Она же хотела Этих внуков себе Так как она взрослая Суд ее не разрешил Мать убийцы Суд отказал Детей забрали Она же еще беременная девочка Вы думаете Она двойняшек не рожает В тюрьме Двойняшек зарожает Родителям не отдают Тот итальянец Который говорил Я тебя так люблю Исчез Кого-то его духа Ни слуха нет Исчез Вообще его найти Не могут Родители искали Все, чтобы сказать Хоть детей забери Мы будем воспитывать Скажи, что ты забираешь Тут ни слуха, ни духа Девчонки исчез Вот она сидела Теперь она девчонке Один день говорит Давайте поиграем А я гадать умею Она говорит Да Ой, я в эти вещи не верю Она мне говорит Я говорю Ну, я тоже не верю Ну, просто можно Нам же что-то делать Ничего Давай поиграем Давай, гур Духов вызывать Она говорит Я ей говорю Ой, не получится Духов вызвать Потому что нужно Говорю Парцелановое, говорю Блюдечко Девочки Ее мать Столько километров взяла На свежение Парцелановое блюдечко Пронесла девочке Девочки, я не похожа Сейчас на Аладдина Пронесла Парцелановое блюдечко Девочки, теперь мы садимся Свечки ставим Я не помню Кому мы вызывали Пушкина Мою бабушку Прабабушку Не знаю Не помню, девочки Врать не хочу И мы стали Если ты здесь Отзовись И тарелка начала Крутиться Она тарелку держала Я тарелку держала Еще одна Азербайджанка Тарелку держала Теперь, девочки Мы сидим И она говорит Алла говорит Ой, что-то мне не верится Я говорю Алла Девочки, я спрашиваю Я быстро выйду С этого места И тарелка показывает Да Мы там буквы нарисовали Цифры нарисовали Ну, вы же знаете Как это играет, да Девочки Вот что самое удивительное Я вам сейчас расскажу Я сама в шоке Осталась, девочки Я тоже в эти вещи Вообще не верю, девочки Девчонки 12 часов Полная луна Мы в тюрьме сидим В это играем Представляете Вы представляете О чем я рассказываю В тюрьме сижу и играю Ой, кошмар Ну, девчонки Вы просто должны были Там Просто одним глазиком Вот как Тюрьме увидеть, да Чтобы вы поняли Это никакая не тюрьма Это было для меня Ой, что шикарно там я была Мне так хорошо там было, девочки Она мне спагетти научила готовить Девочки Теперь Алла говорит Мне даже смешно смотреть сюда Алла говорит Что-то я в это не верю Я говорю, ну Алла, ты задай вопрос И она говорит Скажи, говорит, имя человека Которого я убила Девочки, мне так страшно стало Когда она сказала Я убила Для меня это Представляете Я сижу с убийцей Понимаете Вот тогда Как-то мне вот Мозг как-то сделался И он пишет Р-О-З Она как тарелку кинула Как начала креститься Ой, мамочки Ой, мамочки На коленки бросилась Ой, боже Прости меня Прости меня Девочки Оказывается, ее Роза звали Эту женщину Вы представляете, да Или Рошель Или что-то такое Девочки Она два дня потом Из комнаты не выходила Ей было плохо А говорила Нет, не била тарелкой Говорила Нет, не била Это, мол, соврали А видите Как она вопрос задала Кого я убила И девочки Она такая была Хорошая девчонка Как она плакала Когда меня из тюрьмы Вытаскивали Ну, когда говорили Что я ухожу Как она плакала Как она обняла меня Девочки Я стою Плачу, плачу Она говорит Ты что плачешь? Какая она все-таки Умная женщина была Ты что плачешь? Я говорю Как, что плачу? Я вот сейчас Что буду делать? Я вот сейчас С вами познакомилась Мне с вами хорошо Только язык немецкий Научилась Девочки У нас такой дождь сидит Проливной Прямо так Прямо шарахает Я говорю А сейчас Меня в Испанию Сейчас меня в Испанию Мне никто Даже передачку Не принес Мои девочки Которые со мной жили Никто Мне передачку Не принес Девочки Мои одежды Никто Я же осознаю Что у меня денег Нет у девочки Я же осознаю Я же все-таки молодая Но я уже знаю Что такое быть одна Я говорю Мне никто Передачку не принес Я ничего не имею Ни одежды Ничего Сейчас меня вот так Выкинут В какую-то Африку Она говорит, Испания это не Африка Испания это Испания Я ездила с родителем отдыхать в Испанию Представляете, девчонки, ее родители в Испанию возили на море Девочки каждое лето Вы представляете, да? Я, говорит, ездила в Испанию Не хочу говорить то, что она сказала Это будет некрасиво звучать Я постараюсь по-культурной сказать Она мне говорит, ты что здесь рывешь? Ты что здесь плачешь? Тебя на свободу выпускают, дура ты Не плачь Я тоже по тебе буду скучать Мы давно таких людей, как ты, не видели Ты что, ты же нам здесь Девочки, мне даже так жалко в этот момент стало Ты что? Она мне говорит, дурная, что ли? Там солнце, там море, там мужики Какая ты дура, не плачь Ты такая схватила меня Я тебя прошу Отдохни из-за меня Как выйдешь, выпей стакан бокала Скажи, что это ради меня, из-за меня И обещай мне, что ты нам письма будешь писать Вот не смогла я им письма писать Потому что адрес не знала, девочки У нее адрес написано было А когда я выходила из тюрьмы, мне все бумаги забрали А я на виду адрес не знала Он как-то назывался Так интересно было За перекрестком как-то вот так переводился Мне это говорила Ну, наивная, глупая была Думала, смогу Я им говорила еще Я им по колечкам своим золотым поподарила Я им говорила, я вас не забуду никогда Я буду вам писать Я вам не сказала Так все говорят Все отсюда, кто выходит Никогда даже не на передачке не прудут Не увидит, не прудут Ты знаешь, что ни первая, ни последняя Ты знаешь, сколько лет я здесь нахожусь Девочки, а вы представляете, да У меня двое детей в детдоме И она мне говорит Я говорю, как в детдоме? Она говорит, в детдоме, а что делать? Говорит, родителям моим не дали Она говорит, мои родители Через каких-то знакомых узнали Где эти дети в детском доме Они бедные ходили, эти родители Они же их не видели Они только родились И сразу туда отдали Они вот так возле этого калитки стояли Вот так в детдом смотрели, девочки Вот так, девчонки Мы родители Она говорит, я своих родителей убила Моя свекурха, говорит, так радовалась Говорит, что меня посадили Вот тебя Бог наказал Ну, свекурху, наверное, тоже, конечно, было обидно что вот так она сына бросила. Понимаете? Девочки, я на какую-то обезьянку похожа. Вот. Кто может вот так выйти? Естественно, как я. Не думаю, что все. А я на все способна. Потому что я, еще раз повторяю, я уверена в себе, девчонки. И вот Аллочка. Так как я вышла, 22 года прошло оттуда. Уже 22 года прошло. Надеюсь, Аллочка, что ты тоже на свободе. И надеюсь, что ты запомнила урок. У девчонки человек никогда ничего плохого не сделал. И пошел на такое убийство девчонке. Мальчику, который с ней 15 лет дали. Просто 15 лет. А ей 15 лет и один день. Значит, она долго оттуда у нее будет, девочки. Она, может быть, еще там сидит. Потому что, так как я слышала, эта азербайджанка сказала. Мне сказала. Они в хороших отношениях были с этой азербайджанкой. Каждый брат, говорит, 4 года должна была сидеть. Она говорит, за 4 года. Мне, говорит, 2 года. За хорошее поведение и все. Мне, говорит, 2 года дадут и все. Вот так, девчонки. Рассказала вам. Следующий рассказ, следующее видео я расскажу вам. Что-нибудь другое, девчонки. Если честно сказать, у меня много чего есть рассказать. Но не все могу рассказать, девочки. Не все. Вообще, моя жизнь, я и книгу написать. Я бы и 3 тома книги могла написать, девочки. Просто, ну, не все расскажешь. Понимаете? Я еще потихоньку. Поняли, да? Потихоньку. Сегодня жду. Все, не дождусь. Леночку мою. Она на меня пародию должна сделать. Жду, жду, жду. Уже вечером. Лена, где твоя пародия? Ой, смазка. Это вообще разговор нельзя. Надо вот так лежать. Чтобы она подсохла. У меня там маска шикарная, девочки. Она такую кожу шикарную делает. Потом я обеду на стрим. Девочки сегодня у меня оштрафовали. Давайте, девчонки, за никакие вирусы не говорить, ни за что. А то, девчонки, я как-то не знаю. Мне как-то обидно стало. Сегодня 20 часов было, 10 часов убрали. А с другого стрима вообще 14 только дали. За 3 часа, 14 часов дали, девочки. Это же вообще смех. Я моей подруге показала. Она говорит, а там письмо, говорит. На самом деле, я зашла потом в студию, да. И там написано насчет вирусов, что говорить нельзя. Насчет этого. А я все, что нельзя, косо делаю. Ну, ладно, девчонки, не буду, не буду это. У меня 2 800 часов есть. Почти 3000 часов есть, девчонки. И это я только начала месяц только. Я эти часы сделаю плетя. Дело не в этом. Просто все равно обидно. Лучше бы я кому-нибудь подарила бы эти часы. Понимаете? Сейчас пойду купаться. Сейчас это подсохнет. Пойду купаться. Потом, девочки, в стриме увидимся. Поехали. После